Овна, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на июнь месяца. Первая карта для вас, мои дорогие, семерка мечей. Овна, посмотрите, вот в начале месяца июня, потому что здесь, может быть, одинокие люди могут чувствовать себя плохо, да, могут себя чувствовать такое состояние, когда уходит энергия, да, силы у вас в начале месяца. И некоторые, да, вот обращайте внимание для вас, то, что могут быть люди, как энергетические вампири, эти те люди, которые вы сами допускаете близко к себе. Это те люди, которые вы сами рассказываете что-то о себе, да. Постарайтесь, потому что здесь есть хитрость со стороны людей, да. Здесь на это нужно обращать, да, внимание вот именно в начале месяца. И от таких людей просто отдалиться. Давайте посмотрим следующая карта для вас на начало месяца. Рыцарь мечей. Рыцарь мечей говорит о том, что боретесь за своё место под солнцем, боретесь для того, чтобы вы были счастливы, да. Если вы понимаете, что рядом с вами есть такие люди, да, есть такие люди, которые, вы понимаете, что они рядом с вами, но вы себя чувствуете плохо, да, то здесь нужно всё-таки бороться, отпускать, да, уйти от таких людей, да. Да, постараться сделать всё возможное и понять, что такие люди рядом с вами не должны быть. Они могут впитываться, да, в вашей энергии, да, в ваших сил. Давайте посмотрим следующая карта на начало месяца. Это карта императора. Карта императора говорит о том, что контролировать. Мои дорогие мужчины, да, посмотрите вы, потому что здесь говорит о том, что рядом с вами может быть люди, которые вас обманывают, да, которые вы можете себя вот в начале месяца, неважно себя чувствовать, да. Может, вы это сами поймёте, но мысли уйти, у вас будет, да, то, чтобы оставить таких людей, да, но у вас как будто это не получается, да. Хотя вот в действии, да, уже вам хочется делать в начале месяца, да. Здесь требуется от вас именно больше контроль, да, больше, чтобы вы были уверены, было уверено здесь в начале июня месяца, для того, чтобы вы понимали, да, что происходит вокруг вас. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца. Это Туз Мечей. Туз Мечей говорит, что в середине месяца вы сами хозяин из вашей жизни, да, высшие силы дают вам возможности, да, понимать, осознать, где вы находите, на какой работе, в каких отношениях, с кем вы общаетесь, какие друзья рядом, какие люди, да, с вами. И здесь у вас, знаете, как обрубить, да, брать вот этот меч, обрубить тех людей, которые вам не нужны, да, которые не должны быть рядом с вами. Давайте посмотрим следующая карта, да, следующая карта на середине месяца для вас. И это карта Шестерка Пентакли. Шестерка Пентакли говорит, что, знаете, благодаря вашей благородности, благодаря вашей доброй, да, именно сердце, да, большое сердце, да, высшие силы так вас благодарят, да, они вам, да, дают поддержку, да, они вам помогают, да, дают эту помощь. Они, вот знаете, здесь как по тузу мечей, они вас оставляют для того, чтобы вы понимали, да, кого вы имеете рядом, да, и в то же время они от вас, да, далеко не уходят, да, они просто, если вдруг, как, знаете, мы говорим это, споткнуться, да, они сразу, да, вам дадут такие силы, да, такие возможности подняться для того, чтобы вы были счастливы. Давайте посмотрим следующая карта. На середине это девятка мечей. Осознание. В середине стоит всё-таки осознание, даже если это болезненно для вас, даже если это тяжело, отпускать людей, уйти из отношений, даже если то, что вам тяжело даже, вот, менять что-то новое, да, может что-то закончить, да, вам нужно здесь осознание, да, вот именно поможет брать, вот, знаете, больше такое уверенность в себе, да, что не на всё, да, не на той работе всё заканчивается, да, вы можете найти лучшую, да, всегда нам судьба даётся новые возможности, даже если что-то у нас заканчивается. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта на конец месяца для вас, мои дорогие, королева жезла. Королева жезла говорит о том, что требует вашу благородность. Мужчины, те, которые в отношении, у вас есть такая женщина, которая вас поддерживает, которая может вас направить, да, которая может быть рядом с вами, да, не даст, знаете, для того, чтобы вы упали, да. Женщины, это вы сами, да, то, что в конец месяца ваша благородность, да, и вы можете, да, даже если вы будете убрать кого-то из вашей жизни, да, то, что кто-то предал, да, кто-то обманул, хитрил в сторону вас, вы можете спокойно, да, просто отпускать людей, да, просто красиво, да, сказать, что вас не устраивает, да, и поставить точку, да, в общении с такими людьми. Давайте посмотрим следующая карта для вас. Это карта силы. Как я сказала, карта помощь, карта силы от вас не отводит, даже в середине, в конец месяца, да, от вас здесь требуется, знаете, больше мягкость, больше понимания, для понимать, да, что вы хотите, да. Высшие силы, да, они будут рядом с вами на протяжении, можем сказать, даже на протяжении всего месяца с вами будут, но все-таки решение, да, все-таки вы можете это сами делать. Давайте посмотрим карта совета. Что вам высшие силы советуют для вас, мои дорогие, колесо фортуна. Фортуна будет на вашей стороне в юне месяца, да, новые возможности, новые цели, успех, удача будет на вашей стороне. Для некоторых я хочу сказать, что здесь может касаться, какая-то дорога, поездка, может куда-то поехать, да, это судьбоносное, может это будет, да, может для некоторой, может быть здесь какая-то встреча, именно для женщины, это будет как высшие силы, будет вам давать, да, судьбоносную встречу с человеком. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!